Иногда бывает, что ксеноновые лампы выходят из строя. Происходит это обычно в два этапа. Сначала фара вдруг начинает светить фиолетовым цветом вместо белого. Это видно даже при взгляде снаружи на фару. Затем, спустя короткое время, лампа полностью выходит из строя. Бортовой компьютер при этом выдает ошибку. И указывает, какую конкретно лампу заменить. В основном эта инструкция подходит для третьей серии времен Е90. На трехлитровом двигателе процедура будет несколько сложнее. Ну что, сверху нереально погибать? Наверное, нет. Снизу все-таки снимать нишу, да. А где она? Вот эту вот штуку. Пластиковую нишу, чтобы добраться до крышки. Вот эта крышка? Да. Здесь с этой стороны только пару болтов можно открутить. А что они так сделали? Ну вот что-то непродуманно. Вот как на трассе менять? Никак, я так и ездил. Ты так и ездил, не меняя? Это же противозаконно. Ну, гайцы понимали. Так, ну что, давай тогда попробуем вывернуть колесо. Влево? Ну да. Что там, ключи есть? Куда его втыкать? Ну вон, втыкай. Удобно? Удобно. А что ты вправо крутишь? Все, да? Ну. Что ты там делаешь? Ничего. А, ну она вон, продуманно снимается, да? Крышка? Да. Кожух вот этот вот. В смысле продуманно? Ну вот здесь разъем есть, разъединение. Ага. То есть снимается только передняя часть. Это удобно. Ну, колесо снимать придется, да? Скорее всего, да. Давай посмотрим, что мы делаем. Да, это аккумулятор, да, там надо снять, пишет. Ну вот он, ТИС. Замена инициатора газоразряда правой фары, левой по-другому немного. Вот высокое напряжение. Перед снятием отсоединить все узлы. Система освещения и сжигания. Снять кожух правой колесной ниши. А на трехлитровом еще снять облицовку бампера и правую фару. То есть нам повезло, что N52 двигатель. Нишу вот. При необходимости снять переднее колесо. Это что такое? Винты, наверное, там есть. Это как вид? Где вверх-то? Это вот вид сверху. Или снизу, наверное. Винты один. Вот куча винтов и два. Потом гайка три вот здесь. Ну, короче, все просто. Вывернуть все винты и открутить все гайки и снять. А вот крышка, смотри. И вот снизу, да? А, это М-стиль. Ну и потом, вот смотри, саму эту, вот, кожух. На снятой фаре показано. Вывернуть он Т1 и снять кожух 2. И все, и переткнуть лампочку. При сборке обратить внимание на герметичность установки кожух. И все, воткнуть лампочку. Ну и вот лампа, смотри. Вот лампа 3. Деловка. Разъем 1, скоба 2. Деловка. Где у тебя баллонник? Что ты на мойку-то заезжал? Нет, что тут лед висит? Ну что, переезжать надо, походу, да? Потому что ты ее сейчас не поставишь, Данкрат. Что-то ноги подмерзают уже. Вообще, вот зачем ты на мойку заезжал? Да при чем здесь мойка? Ну они ничего не сделали. Так это ополаскивание кузова называется. Блин, опасно ты его ставишь. Ты чего? Все, поднимаем дальше. Что, не уходят там пороги, как на Е34? Главное, чтобы Данкрат вправо не уходил. Что так хрустит, как будто пороги уходят, как на Е34? Дерево, наверное, хрустит. Ну остается, так он на это надеется. Какая арка здоровая. Так, ну и что здесь в арке видно? Воздуховод для тормозов, да? Ты что, тормоза перегревал, да? Нет. А что он, почему-то сюда побежал? Типа каленый? Ступица каленая. Офига, тут у тебя алюминиевый подрамник, да? Все, алюминий везде. Высокие технологии. Ну что, откручиваем все высокие технологии, да? Вот гайка 3, вот это вот болты 2. А где-то с той стороны, вот здесь спереди, болты 1. Хотя, наверное, можно попробовать только вот эту вот часть открутить. И его просто отогнуть вот сюда. Хотя, для обзора лучше будет все остеять. И снизу оттуда начнем с тех, которые... Как хочешь. Что, покажи, насколько на 10? На 10 поставил? Ну, поставил на 10, гайка вон та на 10. Ого! Ты где его кручешь? А это на сколько? Это на 8. Я не знаю, вот это, наверное, какой-то воздуховод там держит. Там вот, кстати, описано про воздуховод что-то. Ну ладно, давай тогда уж все снимем. Так, ну давай посмотрим, что там снизу. Что-то она подломалась чуть-чуть, да? Кес, не знаешь, сколько километров проехал? Тысяч километров. Это прям снизу бампер уже, да? Здесь уже ничего нету. А что с ним? Видимо, вода капнула на нее. Что делать? Брать айфон и подсвечивать айфонов. Давай пока не сел. Вся отошла, да? Ну да. У тебя вот она сломана спереди. Вот это вот от воздуховода, вот это вот фигурин. Получается, у тебя вот здесь вот двух болтов не хватало, а вот на вот этом висело. Это что, кондер? Какая-то фигня, тут трубка какая-то идет. А, это умыватель, фар. Ну, похоже на то, да. Наверное, надо убрать вот так. Умыватель снимаем, да? Для доступа к крышке. Крышка, вот она, большая, видна. Ближнего света, да? У нее вот по контуру идут раз, два, три, четыре, пять, вроде бы. Торкс. Торкс. Т20. Подходит Т20? Ну, давай. Так, что, снимаем, да? Осторожно, тут надо уже аккуратно. Вот это вот мешается, мне кажется. В чем-то ничего не указано про вот эту вот штуку. Ну, вроде герметично внутри, да? Ну, и что, типа, вот это вот разъем клипса, и потом достаешь его. Прикольный разъем, да? Да. Толстенный такой. Как в компьютере прям. Что с ней? Вон, какое-то желтое пятно. Не светит. Какой фирмы там? Филипс. О, угадал. Ксен Стар. Код написан, да? Ну-ка, подожди. Д1С должна быть. Ревыбрасывать нельзя, да? В пункт утилизации ввести. А что это такое? Электрод. Ну-ка, скажи новую. Д1С это же этот тип патрона самого. Вот код, да? Да, но здесь ничего нет такого. Другой код там. Прогать стекло нельзя, наверное, да? Ну, номера отличаются. Ну, 294 оба. Видишь, код-то совпадает. Вот, который возле штрих-кода написан. Ну, короче, вон Д1С, 35 Ватт. Ну, блин, в целом вроде похоже. С небольшими различиями. Ну, и по коду получается схоже. Ну, правильно я сделал, что Филипс купил. Ну, гад. Там в основном Филипс продают. Ну, и желтого пятна нету, да? А вот здесь что в этом блоке? Инициатор разряда. Инициатор какой-то, да. Что, надо проверить, включить фары? Да, включай. Должна ошибка пропасть, если она светит. Зажигание просто включи. А как его включить? Педаль тормоза не нажимай. Не нажимай? Да, и два раза кнопку нажми. Ну, горит. А? Горит. Только цвет какой-то синий. Сейчас посмотрю вторую. А здесь какой-то более белый, по-моему. Надо поезжать, наверное, и посмотреть. На дороге. Ну, непонятно. Спектр. Эх, похожий или нет. Сейчас выйдем, посмотрим. Потому что говорят, одна если светит, вторая не светит, меняешь. Приходится вторую тоже менять из-за разности спектра. Ну, все. Устанавливаем все на место. То есть, чтобы поворотник поменять, надо все то же самое проделать и открыть вот эту крышку. Не самая удачная конструкция. Гудок. Гудок там есть. И сдержки компоновки плотной. Ставим на место трубочку омывателя. Ну, так-то вон лонжероны все целенькое вроде. Лонжероны целые, да? Не похоже, чтобы ее переворачивали, скатили в море, чтобы потушить. Ставим на место кожух. Все, это последний был на 10. Ну, все, колесо ставим. Замена правой лампы прошла. Что, теперь едем давать угла? Ага. Ну, как проверять же надо все. Фару? В заносе? Да, в том числе. Так, ошибка пропала. Проверяю спектр. Во-первых, лампа сбита. Настройка, регулировка в смысле. Ну, по свечению, по-моему, есть небольшая разница. Правая светит более белым светом. Хотя нужно ее приопустить. Ну, и что скажешь? Да, одинаково. По-моему, правая более белая светит. Ну, вообще, похоже. Похожий свет. Да, конечно. Или менять вторую будем? Вишь, рекомендуется еще менять сразу вторую, потому что, типа... Сгорит одновременно. Скоро должна сгореть левая, наверное, я не знаю. Может быть и нет, как повезет. Вот, правая фара выше. Нужно подкорректировать под капотом. Шестигранником. Шестигранником. Какой там шестигранник? Какой-то, типа, на шесть. Ну, свет немного разный. Видно спектр более теплый слева. Но все-таки желательно две фары менять сразу, лампочки. Более теплый слева. Ну, чуть потеплее. Одна в крыле, короче, где-то. В крыле. Вторая, вот эта, по-моему, слышишь? Так, и что? Это вертикальная регулировка, да? Давай. Что, вот так? Примерно. Можно регулировать. Ага. Так, ну и что, более-менее, да? Ну, теперь надо поездить и определиться со светом, можно так ездить или нет, я не знаю. Вот такой вот свет получился. Ну, я бы не сказал, что прям, ну как-то, а что за пятно такое по центру? Яркое? Да, вот видишь, оно ползет. Такое ощущение, что оно просто ярче горит, вот эта лампочка. Правая? Да. Ну так, в целом, я бы не сказал, что прям космос, разница, но не очень приятно. Ну и что скажешь-то? И что, ехать в магазин надо сейчас? Или попробовать поездить? Мне кажется, надо попробовать поездить. Ты прикинь, это просто так 2 рубля, это, знаешь, за горящую, заработающую лампочку. Прям заметно ярче, правда, светит. Еще и ярче, и еще и спектр другой. Сравнение со светом, галоген, хендай. На дальнем ксенон, что ли? Ну, биксенон же. Биксенон. Биксенон? Да. Ну и что, у кого ярче? Да у тебя, конечно. Да? А ты попробуй, попереключай. Вот, хендай свет сейчас. Сейчас мой. Хендай. Дальний. Мой. Вроде поярче. Ксенон. По итогу, хочу сказать, что в повседневной езде разница спектров не так напрягает, как то, что одна фара светит существенно ярче другой. Это заметно постоянно. Плюс к тому чувствуется неполноценность одной из фар, и хочется иметь максимально яркий возможный свет. Поэтому, если срок ламп уже большой, лучше поменять обе стороны. Ксенон. Продолжение следует. Продолжение следует.